Сталина И за поражение, и за гибель сотен тысяч людей В мае 1942 года, когда уже не могло быть и речи о внезапности, неожиданности Советский Союз вновь оказался застегнутым в полном смысле этого слова врасплох И народу нашему опять пришлось напрягать последние силы Ведь в мае 1942 года, кроме Сталина о планах врага, должны были знать или догадываться И руководители генерального штаба, и командующие фронтами Тимошенко, Малиновский и Козлов И руководители разведывательных служб, в том числе хитроумный Лаврентий Берия Но кажется, год 41-й ничему их не научил Опять они планируют наступательные операции без учета планов врага Не имея информации о сосредоточении ударных соединений вермахта Очень дурно и медленно учатся советские маршалы и генералы Опять они не считают людей, гонят их в неподготовленные атаки Истребляя свой собственный золотой солдатский генофонд Бросая дорогую технику, которую производит в ежедневных нечеловеческих трудах советский тыл О стратегической обороне, которая позволяет и выяснить планы врага И устоять, и дает время на подготовку к переходу в наступление В Ставке Верховного Главнокомандующего в мае 1942 года Уже никто и не заикается Катастрофы года 1942-го очень трудно объяснить с логической точки зрения Причины скрываются, конечно, в пороках самого советского режима Ведь ни для кого не секрет, что русский народ очень дорого заплатил не только за поражение Но и за все наши под руководцем большевиков победы Как говорилось в древнерусских летописях А из всех воинов только десятый пришел Тем дело и кончилось Моль одежду ест, а печаль человека Моль одежду ест, а печаль человека У берегов Америки немецкие подводные лодки весной 1942 года С каждым месяцем увеличивали число отправленных на дно судов Но если бы германские подводные осы знали, что на американских версиях Всего лишь за пять дней строится большое судно типа Либерти И при этом верфи не загружены на все сто процентов То они поняли бы тщетность своей рискованной борьбы за Атлантику Немецкие адмиралы Деннис и Редер уже начали догадываться Что противник строит судов больше, чем теряет Но выход видели в наращивании подводной эскадры На совещании 14 мая у Гитлера Вывод был сделан в пользу ускорения строительства подводных лодок Ежемесячно Германия должна строить не менее 17 субмарин В мае подводные лодки Денниса устроили кровавую бойню в Мексиканском заливе Где они охотились преимущественно за танкерами, перевозившими нефть В тропических водах заполыхали страшные убийственные факелы За пять месяцев 1942 года 129 танкеров-союзников были потеряны У американского флота в мае все еще не хватало кораблей охранения Чтобы организовать проводку конвоев В мае 8 немецких подводных лодок потопили у берегов Америки 84 больших и малых судна Одно из лучших достижений в подводной войне На Тихом океане условия для действий субмарин были суровее атлантических Дальность походов, громадные глубины, насыщенность основных театров военных действий авиации В том числе авианосной Соединенные Штаты начали войну имея 73 подводные лодки Япония 60 Оба противника в своих доктринах считали субмарины действенным средством против боевых кораблей Но если американцы быстро расстались с этим заблуждением То японский флот пребывал в нем до своего полного разгрома Японские подводные лодки не создавали серьезных угроз для американского транспортного судоходства В первый же день войны американские подводники получили четкий и выразительный приказ Проводить без всяких ограничений действия подводных лодок и воздушных сил против Японии Противник, сознательно нарушивший нападением на Перл-Харбор договоры и положение международного права Избавил США от необходимости соблюдать какие-либо правила, ограничивающие методы морской войны Кроме тех, которые диктуются собственными интересами или боязнью возмездия Гитлер издал указ, согласно которому великое герцогство Люксембург включено в состав Третьего рейха Верфи Соединенных Штатов Америки начали ежедневно спускать на воду по три судна В Советском Союзе в мае было произведено более 700 танков Эта цифра еще была далека от предела, но будучи доложена Гитлеру, вызвала у него приступ бешенства и неверия 9 мая, второй день наступления 11-й немецкой армии на Керченском полуострове Отчетливо обозначил контуры предстоящей катастрофы войск Крымского фронта Манштейн, используя прорыв на южном фланге, примыкающем к Черному морю, бросил туда все свои резервы И его войска во главе с 22-й танковой дивизией угрожали окружением советским войскам в центре и на северном фланге К вечеру этого катастрофического дня на помощь нашим армиям пришла сама природа Пошел обильный ливневый дождь, наступление немцев остановилось За ночь можно было попытаться перебросить на южный фланг резервные части Но даже погода уже не могла помочь деморализованным генералам Крымского фронта Еще через несколько дней Крымский фронт был разгромлен На Керченском полуострове брошены танки, тяжелая техника, артиллерия, большие запасы снарядов и мин Эвакуация через пролив на Тамань проходила в панике, неорганизованно Более 100 тысяч солдат и офицеров вынуждены были сдаться в плен К 17 мая перспективный плацдарм на Керченском полуострове Который мог бы повлиять на весь ход войны на Восточном фронте в 1942 году Оказался в руках противника Более того, следовало опасаться мгновенного броска штурмовых групп врага на Тамань Керченская катастрофа решила и судьбу упорно оборонявшегося Севастополя Положение защитников Севастополя ухудшалось 20 мая были закрыты все детские сады, школы и дошкольные учреждения 26 мая городской комитет обороны Севастополя приказал взять на учет всех мужчин Способных носить оружие и включить их в резерв боевых дружин В последующем эти дружинники не будут учитываться в боевых потерях войск Севастопольского оборонительного района Поэтому сегодня мы до сих пор не имеем о них, об их судьбе никакого реального представления Командующий Севастопольским оборонительным районом вице-адмирал Филипп Октябрьский Продолжал слать на северокавказское побережье в штаб Северокавказского фронта панические донесения Октябрьский требовал присылки пополнения в частности до 15 тысяч человек вооружения и боеприпасов Пополнение в Севастополь действительно прибывало, но в значительной степени, даже в большинстве случаев Маршевое пополнение прибывало практически без оружия Оно должно было быть вооружено за счет местных средств прямо в Севастополе 28 мая 1942 года командующий Северокавказским фронтом маршал Семен Михайлович Буденный Издал свою печально знаменитую директиву номер 00201 дроп ОП, в которой в частности писал Я цитирую Севастопольский оборонительный район имеет прочную систему обороны, способную противостоять любому наступлению противника Приказываю предупредить весь командный начальствующий красноармейский и краснофлотский состав, что Севастополь должен быть удержан любой ценой Переправа на Кавказский берег не будет У нас складывается впечатление, что командование Северокавказским фронтом и Ставка к концу мая 1942 года уже смирились с мыслью о том, что после оставления Керчи Севастополь будет потерян И жизни защитников Севастопольского оборонительного района уже не имели никакой ценности, никакого значения для планов Ставки и штаба Северокавказского фронта Эти люди должны были унести в могилу вместе с собой как можно больше солдат и офицеров 11-й армии Манштейна Именно такая им была уготована роль Поэтому для доблестных защитников Севастополя переправы на Кавказский берег действительно не будет В дни неожиданно легкой победы вермахта в Крыму 12 мая началось наступление Советского Юго-Западного фронта в направлении Харькова Поначалу оно породило чувство изрядной самоуверенности, потому что в узком коридоре войска Тимошенко продвинулись почти до самого Харькова И штаб Юго-Западного фронта полагал, что город вот-вот будет освобожден К сожалению, ни Тимошенко, ни его штаб ничего не знали о планах противника А именно в полосе Юго-Западного фронта 6-я немецкая армия и 1-я танковая готовились нанести массированный удар по Изюмскому выступу Который теперь после советского наступления неожиданно удлинился почти на 70 километров и тем самым стал еще более уязвимым Когда 17 мая с юга по вытянутым с востока на запад советским войскам нанесла удар 1-я танковая армия генерал-фельдмаршала Клейста Еще оставались надежды отразить его Но когда через несколько дней начала наступать с севера полностью отмобилизованная 6-я армия Павлюса Выдержать два фланговых удара у советских армий, израсходовавших в наступлении на Харьков горючее, боеприпасы, понесших потери в людях, уже не было никакой возможности Кстати, немцы потом все эти ошибки советских генералов точь-в-точь повторят в боях под Саленградом Но до этого нам еще предстоит дожить Роковое заблуждение Вставки все еще требуют взять Харьков И две наши армии, 6-я и 9-я, продолжают бессмысленный уже натиск на подступах к городу ловушки В то время как на их флангах уже происходит разгром На конец 23 мая немецкие штурмовые группы севера и юга соединились в Балаклеи Главная группировка советских войск оказалась окруженной на равнинных, открытых участках местности, где организовать долговременную оборону было невозможно Началось побоище, страшное, горькое, обидное, организаторами которого можно считать вместе с генералами вермахта и Сталина Тимошенко-Хрущева А вот расплачиваться пришлось другим Увидев, как погибают его солдаты, застрелился командующий 6-й армией генерал Авксентий Городнянский Погиб заместитель командующего Юго-Западным фронтом Федор Костенко В плен попали десятки генералов, 240 тысяч солдат и офицеров В качестве трофея враг захватил более 1200 танков и 2000 орудий 15 мая на Уральском аэродроме летчик-испытатель капитан Григорий Бахчеванджи Совершил первый в Советском Союзе успешный полет на реактивном самолете Би-1 В седьмом испытательном полете Григорий Бахчеванджи погибнет На испытательном полигоне в Пенемюнде 26 мая комиссия во главе с рейхсминистром вооружений Альбертом Шпеером Наблюдала за пусками двух типов ракет ФИ-103 и А-4 Изучались возможности доставки большого количества взрывчатки и разрушительный эффект А-4 при полете на расстояние около 260 километров оказалась неуязвимой для любых средств противовоздушной обороны В Ленинграде заканчивался ремонт подводных лодок Балтийского флота для предстоящей летней кампании Первой на разведку Финского залива и минных заграждений вышла подводная лодка М-97 капитан-лейтенанта Дякова Смертность в городе снижалась очень медленно В мае умерло более 50 тысяч человек Знейшим врагом горожан была дистрофия Ослабленные голодом люди нуждались в усиленном витаминами питании А не только в простом количестве его В Ленинграде началось движение огородников и овощеводов Картофель и овощи начали сажать и в самом центре города Везде, где открывался клочок земли Каждый ленинградец должен иметь личный огород Вот самый популярный лозунг мая 1942 года Ладожская военная флотилия готовилась к летней навигации На заводах начали строить тендеры Маломерные суда водоизмещением 15-25 тонн 22 мая, несмотря на ледовые заторы Первый рейс по Ладоге совершил буксирный пароход-гидротехник Он доставил 40 тонн муки Над ладожскими маршрутами начались упорные воздушные бои Германский 1-й воздушный флот попытался разгромить порты И потопить суда ладожской военной флотилии Но и советские летчики, истребители и зенитчики Уже имели опыт борьбы с немецкой авиацией Над Ладогой Люфтваффе господство установить не сумели На ленинградских заводах основной рабочей силой Были женщины и подростки Биологически они легче мужчин Перенесли тотальный зимний голод За 25 лет советской власти Голод постоянно сопровождал политику большевиков По отношению к населению, доставшейся им страны Голод был инструментом политических репрессий Достаточно вспомнить голод 1921 года в Поволжье И еще более страшный голод 1932-1933 года Когда голодали почти 20% населения Советского Союза Голод был и следствием равнодушия власти По отношению к мукам несчастного народа Драма бойцов и командиров Красной Армии Которые зимой 1940 года умирали в Приладожье Во время Советско-финской войны Была лишь прологом к еще более страшной трагедии Военнослужащих Красной Армии в 1941-1942 годах Во второй половине мая 1942 года Все внимание было приковано к грандиозным событиям Которые разворачивались на южном крыле Советско-германского фронта И практически никто не ощущал и не видел трагедии Которая заканчивалась в болотистом мешке на Волхове Где в прямом смысле этого слова бойцы и командиры Второй ударной армии буквально умирали с голоду Свидетельства вырвавшихся из того Волховского ада Сегодня рисуют страшные картины нечеловеческих страданий Например, красноармеец 191-й стрелковой дивизии «Понасюк» Свидетельствовал Мы цитируем «Шкуры лошадины – это была благодать Мы их поджаривали на костре или как печенье Но это было невыгодно, стали варить холодец От этой жижицы многие начали опухать и умирать голодной смертью Однако и протухшая конина скоро кончилась Хлеба не было, соли не было Бойцы получали в день по спичечному коробку сухарной крошки Цинга приняла массовые размеры Люди пили хвойный настой Искали молодую крапиву и травку-кислицу Кругом плавали трупы, поэтому даже с питьевой водой было плохо Хлорка кончилась А кипятить воду на костре было нельзя В противном случае немцы немедленно открывали огонь Кожаной обуви почти ни у кого не было И по весенним разливам люди ходили в валенках Господи, что же это была за война В которой солдатские страдания несоизмеримо увеличивались Ощущением полной оставленности И безразличия собственного командования к судьбам военнослужащих В которых личная храбрость и выучка уже не имели никакого значения Уникальный эпизод в истории войны произошел 15 мая на Карельском фронте Летчик-истребитель 20-го гвардейского истребительного авиационного полка Старший лейтенант Алексей Хлобыстов В воздушном бою совершил свой третий таран Напомним, что ранее Хлобыстов в одном бою провел сразу два успешных тарана Летчики-североморцы с приходом полярного дня Находились в постоянных боях с эскадрами Люфтваффе Направленными Герингом в Норвегию Для ударов по северным морским коммуникациям Связывавшим Советский Союз с его западными союзниками Истребители в яростах ежедневных боях Прикрывали полярные конвои от налетов противника Бомбардировщики Северного флота Выводили из строя немецкие аэродромы в Северной Норвегии И топили суда, перевозившие в Германию никелевую и железную руду Командиром 2-го гвардейского смешанного авиаполка Был герой Советского Союза Борис Сафонов Борис Фехтистович Сафонов Родился в 1915 году в селе Синявино Тульской губернии Первый самолет противника Борис Сафонов сбил 24 июня 1941 года Инициативный, отважный, находчивый и упорный мастер воздушного боя Сафонов лично сбил 25 самолетов врага, еще 3 в групповых боях 30 мая Борис Сафонов вылетел с небольшой группой на защиту конвоя ПК-16 Которые атаковали 45 юнкерсов и 12 истребителей В этом бою подполковник Сафонов сбил 3 бомбардировщика Это был 224-й боевой вылет русского аса, из которого он не вернулся Могилой Бориса Сафонова стало Баренцево море Через 2 недели ему вторично было присвоено звание Героя И он стал первым в стране дважды Героем Советского Союза 27 мая в Северной Африке началось наступление эталонемецких войск Планы Эрвина Ромеля не уступали Наполеоновским Дойти до Каира и Александрии, вытеснить англичан из Египта, захватить Суэцкий канал Английская воздушная разведка на этот раз не сумела обнаружить сосредоточение немецких танков На самом южном фланге Левицкого фронта И мощный удар африканского корпуса оказался неожиданно успешным Несмотря на упорное сопротивление ослабленной 8-й армии англичан Одна полноценная дивизия в начале 1942 года была отправлена в Сингапур Чтобы там вскоре сдаться в плен Ромель надеялся вновь окружить Тобрук, взять его А затем двинуться на завоевание Египта В конце мая в Северной Африке немцам необыкновенно везло Может быть, в последний раз Мы уже говорили о том, что особым декретом Гитлер назначил своим преемником Рейхсмаршала Германа Геринга А кто на самом деле мог бы реально наследовать фюреру Если бы он скоропостижно скончался или был бы убит заговорщиками Сегодня немало историков полагают, что самым вероятным наследником Гитлера Мог бы стать Рейнхард Гейдрих Молодой, ловкий, абсолютно жестокий, циничный, умело приближающий будущее Руководитель службы безопасности, заместитель Гиммлера И имперский протектор Богемии и Моравии Управляя вассальной Чехией, Гейдрих достиг заметных успехов Применяя политику кнута и пряника, германский губернатор добился консолидации чешского общества Для поддержки немецких усилий в войне Чешская интеллигенция в массе своей оценила интеллект Гейдриха Прекрасно работали чешские заводы Уровень жизни в Чехии был весьма высоким Диверсии и саботаж фактически прекратились Это очень обеспокоило Великобританию и эмигрантское правительство Эдуарда Бенеша в Лондоне Гейдриха надо было убрать Иначе Чехия стройными колоннами замарширует под германским флагом Еще в ночь на Новый, 1942 год На территорию Чехии были сброшены две диверсионные группы Во главе с чешскими офицерами Ротмистром Яном Кубишем и Ротмистром Иосифом Габчиком 27 мая в Праге тщательно подготовленное покушение закончилось тяжелым ранением имперского протектора Гейдриха Над ним хлопотали врачи, а пражская гестапо начало расстрелы возмездия заложников и участников покушения Хрупкий чешско-германский мир был основательно разрушен 20 мая 1942 года Пролетев над оккупированной нацистской Германией территорией Европы На Британских островах приземлился советский тяжелый четырехмоторный бомбардировщик П-8 На его борту находился нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов Главной целью переговоров Молотова в Лондоне Было заключение советско-британского договора Что должно было завершить процесс окончательного юридического оформления союзнических отношений между СССР и Великобританией Действенными участниками антигитлеровской коалиции Среди вопросов, которые наиболее остро дискутировались во время этих переговоров, были два вопроса Во-первых, вопрос об открытии Второго фронта в Европе в 1942 году В результате чего, как минимум 40 дивизий вермахта должны были быть отвлечены с Восточного фронта С фронта советско-германского противостояния И второй вопрос, он касался территориальных притязаний Советского Союза Которые были связаны в первую очередь с Восточной Польшей, Прибалтикой и Румынией После долгих обсуждений и консультаций В конечном счете был найден компромисс И 26 мая, во второй половине дня, советско-британский договор был подписан Британская королевская бомбардировочная авиация 30 мая Совершила массированный налет на германский город Кёльн Эта бомбардировка стала еще одним свидетельством тотальной воздушной войны Которую английские лидеры решили развязать против Германии взамен Второго фронта В налете на Кёльн участвовало ровно одна тысяча бомбардировщиков Бомбы падали на исторический центр города Поврежденный ранее знаменитый готический собор Кёльна был окончательно разрушен Погибли около 10 тысяч человек Главнокомандующий британской бомбардировочной авиации Артур Харрис говорил Практически я получил свободу бомбить любой немецкий город с населением в 100 тысяч человек и более После войны союзники с удивлением узнали Что подобное разрушение жилых кварталов немецких городов Никак не сказывалось на объемах военного производства И на воле немцев к сопротивлению вплоть до начала 1945 года 10 мая по английскому радио выступил Уинстон Черчилль Речь его была посвящена двухлетию прихода на пост премьер-министра Черчилль перечислил основные этапы войны Убедительно обосновал достигнутое превосходство в Великобритании в воздушных боях И выразил уверенность в неизбежной конечной победе объединенных наций Весь ход войны предстает в виде четырех отдельных глав, сказал Черчилль Первая глава закончилась покорением нацистами Западной Европы и падением Франции Вторая глава, в которой Британия стояла один на один с врагом Закончилась нападением Гитлера на Россию Начавшуюся тогда третью главу я бы назвал «Русская слава, да продлится она» 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 Редактор субтитров А.Семкин